Их видят девять из десяти. Сны всегда волновали человечество, вещи и сны особенно. А если они еще и предсказывали скорую смерть, то в них видели что-то особо зловещее. Традиционно с нами занимались мистики, визионеры и гадалки. В начале ХАФ. Наши взгляды на сон перевернул психиатр Зигмунд Фрейд, сделав сновидение краеугольным камнем психоанализа. Но о том, чем является это учение, наукой или искусством, спорят по сей день. А вот с тем, что вещи и сны несколько лет назад начали изучать ученые, не поспоришь? В западных научных медицинских журналах опубликовано немало исследований сновидений, возникающих у людей незадолго до смерти. Появилось даже медицинское понятие – сны и видения в конце жизни – End of Life, Dreams and Visions. Самое знаменитое подобное исследование сделано американскими учеными, которые на протяжении полутора лет общались с пациентами хосписов США. Было проведено 453 интервью с 66 людьми. Сны, которые в народе считают вещами, то есть предсказывающими какие-то события, из каждых 10 опрошенных человек видели 9, а это очень высокий показатель. Что же они видели? Хорошо известное описание снов людей, переживших клиническую смерть. Они часто рассказывают о полетах в туннеле, которые заканчиваются выходом к свету. Полет этот обычно воспринимается как переход от жизни к смерти. Так вот, в описаниях снов пациентов хосписов никаких туннелей нет. Но у 59% из них во сне присутствовала идея того, что они должны куда-то уйти. Одни собирались в путь покоя чемоданы, другие уже куда-то двигались, но конечную точку путешествия осознать не могли, а кто-то даже летел на самолете или ехал на поезде, часто в компании с уже умершими людьми. Однако самый частый мотив таких снов, в 72% случаев, встреча с уже умершими родственниками или друзьями. Такие сны становились тем чаще, чем ближе человек, их видевший, оказывался к своей смерти. Сны эти не вызывали тревоги, страха или раздражения, наоборот, были приятными и даже успокаивали. Родители бабушки-дедушки, сестры и братья, друзья, присутствовавшие в них, говорили что-нибудь доброе, ободряющее. Видевшие их пациенты часто возвращались в счастливое детство или посещали места, с которыми были связаны хорошие воспоминания. А вот неизлечимо больным детишкам снились их домашние любимцы, с ними они играли так, как обычно делали это дома. Сильные переживания, случившиеся в жизни, видели незадолго до смерти 28%. Бывший солдат во сне снова переживал десант в Нормандии, участником которого был. Вокруг него находились погибшие, и незнакомый солдат говорил ему, что они собираются приехать за ним на следующей неделе. Другой пациент видел во сне лучшего друга детства, выбегающего из дома с бейсбольной битой и перчаткой, они очень увлекались этим видом спорта. Ученые отмечали, что такие сны оказывали определенный психотерапевтический эффект, создавая у неизлечимо больного человека чувство покоя, комфорта, примеряли пациентов хосписов с приближающейся кончиной. Подобные сны у людей, готовящихся к смерти, известны, рассказывает врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. Фрейд писал, что сны являются переработкой нашим сознанием неосознанных дневных аффектов, стрессов, переживаний, психотравм. Сны у людей, которые должны умереть, тоже производные их сознания. Интересно, что похожие сны встречаются и в художественной литературе. В 1915 году Джек Лондон написал роман «Звездный скиталец», герой которого приговорен к смерти, и в ожидании ее видят похожие сны. Известно, что перед написанием этой книги писатель посещал тюрьмы, где общался с реальными преступниками, приговоренными к смерти и ждущими исполнения приговора. Вещи и видения. Интересен еще один факт. Эти сны отличаются от большинства обычных сновидений яркостью. Ученые отмечают, что 99% опрошенных воспринимали их как реальность, настолько интенсивные переживания они вызывали. Другая особенность. 45% участников исследования видели их во время глубокого сна. У 16% они случались во время пробуждения. А у 39% они начинались при пробуждении и продолжались, когда человек уже не спит, переходя в нечто похожее на видение. Из-за этого некоторые врачи высказываются о таких исследованиях скептически, предполагая, что это не сны, а бред, спровоцированный сильнодействующими препаратами, которые давали пациентам. Являются ли такие сны вещами? Этот вопрос для многих главный. Ученые об этом умалчивают. Однако приводимые ими данные заставляют задуматься о большем. Появление этих снов определенным образом связано со временем смерти, смотри инфографику. Первая волна вещих сновидений возникает за 8-11 недель до смерти. Потом они становятся редкими, но за 1-3 недели до фатального конца их снова начинают видеть чаще. Возможно, по таким снам получится спрогнозировать, как долго человек может еще прожить. Так что повод для дальнейших исследований в этом направлении существует. Ставьте отметку «Нравится». Спасибо за просмотр ролика. Пишите комментарии. С вами была Алиса Иванова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.